друзья всем добрый день и привет из солнечной флориды наконец-то к нам сегодня добралась новая модель это toyota corolla cross еще и в исполнении гибрид и это топовое гибридное исполнение в версии xs и спортивный гибрид встречаем ну что друзья вот эта красавица у меня на канале кто уже помнит кто смотрел видео было два обзора на этот автомобиль первое это была самая базовая комплектация на колпаках 2 это было xle но тогда еще не было речи о том что будут появляться в какое-либо ближайшее время гибридные версии хотя их тоже анонсировали в то время и вот наконец-то спустя несколько месяцев после того когда эту машину презентовали уже давным-давно в европе ее в моей родной украине презентовали уже давно уже и тесты проводили там ребята с инфокара я смотрел все остальные и как бы я такой думаю ну а когда она приедет собственно сюда на как бы основной такой рынок сбыта вот и наконец-то эти автомобили потихонечку добираются машина достаточно интересная и в то же время такая вот контроверсионная спорная в плане цены к этому мы доберемся сейчас что такое вообще королла кросс по большому счету это автомобиль кому не нужен рав 4 но кому мало например обычной короллы или кому мало сей чар вот это вот сейчас самая самая такая вот интересная модель вот если вы не хотите опять таки рав 4 хотя по цене они очень и очень сильно пересекаются с рав 4 в том числе с гибридными рав 4 для того чтобы выбрать этот автомобиль этот автомобиль на в такой вот богатой версии за эту цену надо действительно любить этот автомобиль давайте вам покажу за что его можно любить за что он может вам понравится помните мой первый обзор я конкретно так сказать ну честно макнул этот автомобиль в грязь лицо многим не писали ты не разбираешься toyota это не про пластик там не про качество материалов вот друзья я останусь при своем мнении в любом случае но вот эта машина это совершенно другой вид как внутри так и внешне цена конечно кусается друзья опять-таки речь сегодня пройдет по рекомендованной цене и так встречать это гибрид xle давайте посмотрим самое интересное это у нее что скрывается под капотом а под капотом здесь ты двухлитровый атмосферник работающий по циклу откинсона выдающий 150 лошадиных сил чисто в двс нам варианте с ним в паре работают три электромотора два спереди общей мощностью 111 лошадиных сил и примерно 40 лошадей мотор на задней электро оси благодаря на задней оси точнее благодаря чему ну собственно она так и называется и excel по-английски toyota использует во всех пресс-релизах той задней заднюю задняя ось приводится не карданным валом не физическая чисто наличием электромотора как-то сделано в той же toyota venza например или в гибридных prius of ничего нового но теперь это здесь есть тоже в короле кросс общая суммарная мощность 196 лошадиных сил фактически тот же мотор который стоит под капотом нового prius а вот расход в среднем 36 37 миль на галлон посчитайте сколько это будет километрах там районе пяти наверное с копейками литров пять с половиной около этого это по трассе и по городу 75 миль журналисты намерили сделали такой вот марш-бросок 75 милей вот посмотрели что в среднем машина есть 36 37 миль на галлон полный привод рекомендованное масло я не вижу что здесь рекомендовано да не вижу а вот сая 0 в 16 достаточно жиденькая как водичка но в остальном toyota есть toyota некий газовых упоров соответственно в этом классе нет звук конечно просто тихий ужас это полностью светодиодная оптика плюс светодиодные протитуманные фонари у нас так как модель экс оси спортивная соответственность все в черном обратите внимание нету голубых овалов вот в значке toyota как принято обычно это у гибридных toyota в этой версии спортивной полностью все черное черный глянец на решетке радиатора затемненная внутренняя поверхность фар соответственно значок черные черные рейлинги у нас также черные диски с машинной обработкой с машиной полировкой размерность у нас 225 55 18 колес стойка macforsen стандартная спереди небольшие тормозные диски естественно вентилируемые спереди не вентилируемые сзади стандартные но тоже при этом тормозные механизмы у нас дисковые одинаковая резина надпись all wheel drives в нам также выполнена бесключевой доступ только на передних дверях к сожалению электропривода задней двери я здесь на его а хотя не друзья электропривод должен быть до электропривод есть он не настроен вот такая же ситуация машины по ходу приходят только только с автовоза они еще не прошли бедя и то есть при delivery inspection перед тем как отдавать клиенту то есть в этом уж в этой машине есть это несмотря на вот этого все наличие черных элементов у нас все равно есть такой псевдо хром пластика который кстати у дают будет облазить прямой как будут появляться рыжики вот есть такая проблема черные рейлинги люк также присутствуют ну и давайте заглянем что у нас в салоне в салоне электропривод у водителя присутствует у нас здесь комбинированная отделка сидений обычная вот такая вот версия из кожзама у пассажира электропривода нет базовая электронная приборка но она такая как по бокам аптитронная там где наличие точнее указатель уровня топлива все остальное при этом двухзонный климат-контроль присутствует подогрева сидений кнопки из восьмидесятых вот этот весь блок как будто он просто но не пришли к были хвост приклеены drive-mode normal sport здесь можно выбирать естественно переключатель нашей планетарки автохолд электронный ручник есть переключатели скоростей также присутствует видите на рулевой колонке опять таки это все поскольку постольку датчики безопасности удержания в полосе все это есть автоматический свет ближний дальний присутствует датчик света присутствует дачка дождя здесь не вижу обшивка здесь за 6 мягкая здесь вот дубовая очень много пустого пластика никак не используем его но почему тойота решила вот как-то его сюда выдвинуть очень-очень он объемный я бы сказал кстати неплохо здесь выглядит не сказал некоторых более дорогих тойотах это все хуже акустика джи биэль динамиков у нас здесь 8 мультимедиа тоже 8 дюймов ну неплохо черный потолок люк присутствует чисто на электротяге машина может проехать пару миль также каким рассказывал видео про вензу про все остальные гибриды дальше это не подзаряжаемый гибрид друзья вот она 2023 год toyota corolla кросс xs и рекомендуемая цена заводом производителем с учетом доставки и установленных опций к опциям здесь относятся пакет конвининс это пакет удобств это значит крышка багажника электро люк а кстати дибель аудио друзья дибель аудио это не 8 динамиков это уже 9 динамиков получается включая сабвуфер специальный цвет 425 долларов действительно он похож на лексусовский перламутровый такой все это вместе тянет на 35 993 35 993 друзья 36 тысяч долларов машина уже фактически куплено написано присол предпродано то есть предварительно продан автомобиль 36 тысяч долларов если мы попытаемся сложить но понятное дело ровный пол у нас фактически наверно будет давайте посмотрим так упала на спинка заднего сидения до соответственно у нас ну не совсем ровно для небольшая ступенька здесь будет есть вот такая вот полка также как в энд захвравах черный потолок кстати дефлекторы друзья на что стоит обратить внимание в этой версии отличие других и два порта подзаряд и избитая psy это важно отметить для такого маленького класса при этом никаких подогревов нет но есть еще подстаканники кстати у нас стеклоподъемники полностью подъем опускание автоматизированы это кстати удивительно в этом классе в базовых моделях этого вообще ничего нет по сравнению ребят с базовой моделью который обозревал два там полтора года назад это просто огромный шаг вперед мало того что она куда экономичнее на куда лучше выглядит куда более интереснее оснащена обратная сторона медали является цена 36 тысяч друзья 36 тысяч это чисто для сравнения вам на вскидку до налогов что вы можете купить до налога повторяю еще 3000 докидывайте это honda pilot в голой комплектации еще три тысячи тоже докидываете это volkswagen atlas новый 24 года у которого в базе три ряда подогрева вентиляции трехзонный климат тоже lady оптика все остальное это highlander в базовых версиях еще пару тысяч grand highlander с 42 примерно начинается тысяча шесть докидывает это неплохо оснащенный rav4 тот же 36 тысяч это еще пару тысяч и это будет у вас camry на 35 литровом моторе в 6 это по-моему не он это обычный 2 и 5 если не ошибаюсь на это обычный 2 и 5 и это камри рекомендованная цена 34 тысяч это так чисто для сравнения вот тоже предварительно продан автомобиль и вот есть ценник у него это у нас highlander не ну туда цена другая уже 53 тысячи я конечно извиняюсь это немножко далеко зашел но в принципе что вы понимали да то есть или corolla cross гибрид или camry или тот же highlander самый начальный не такой как этот за 53 можно даже грант купить 6000 доложить из конкурентов можно купить машины классом выше даже на две головы выше то есть и так как эта машина ниже классом чем rav4 по объемам по всему по классификации то вы можете мало то что rav4 купить неплохо оснащенный на полном приводе так вы еще мой еще и гибридный какой-нибудь средний такой еще можете за эти деньги купить и grand highlander который на два класса выше фактически идет да это будет пустой базовый барабан но в любом случае кому что важнее опять таки есть люди которым важно не количество места в салоне или габариты автомобиля кому важно чтобы он был компактный кто живет в городах например не здесь где-то в деревне на бескрайних просторах северной америки вот тому возможно подойдет такой автомобиль плюс расход топлива конечно приятный ну что друзья это был экспресс-обзор новая corolla cross версия гибрид xs и топовая за 36 тысяч долларов до наценок до налогов привести такую например в казахстан или в кыргызстан будет стоит добавляете еще 4000 поставить на учет это будет 40 и где-то 10 11 сверху машина в 50 станет не знаю насколько это кому интересно но такое можно будет сделать если что обращайтесь в личку в инстаграм в описании к каналу есть ссылка на мой инстаграм личные сообщения пишите отвечу на все вопросы альтернатив очень много как я уже сказал друзья ну что надеюсь вам такой обзор corolla cross гибрид xs и топ почти за 37000 до 36 почти понравился обязательно подписывайтесь дальше больше новинок интересных обзоров тест-драйва всем хорошего дня увидимся в следующем видео всем пока